Дети, смотрите, этот человек мой друг Секис Секис, у тебя имя переводится как 8, да? Брата, меня зовут 12, а его 3 с половиной Да Добро пожаловать, командир Ты редко заглядываешь сюда Вот пришел Хочешь, чтобы я ушел? Да нет Просто видеть тебя в Стамбуле А что здесь такого? Соскучился и пришел Вот и все Это совпадение, брат? Завтра 8 сентября Ладно, дети Приходите ко мне вечером Ладно? Увидимся Пока Музыка Музыка Рамииза не в первый раз забирают эфейк Это обычное явление в нашем мире Может, руководство суменилось Вот и решили потолковать с ним На что ты цокаешь? Знаешь о чем-то? Брат, что-то странное происходит Дядя сказал не говорить Эзелю И у меня плохое предчувствие Это твои медали Ты заслужил их в первую очередь Если бы ты не упал, я бы не оглянулся и не вытащил тебя Садись, командир, давай поговорим Давай Тебе лишь бы языком трепаться, Шахин И в тот день ты не смолкал Мы умрем, иди, спасай себя Что я говорил тебе? Я говорил, что с нами ничего не случится Ты не слушал Ты сказал, что не умрешь, командир Ты сказал, сегодня я не умру Да А ты удивленно посмотрел на меня и сказал Откуда ты знаешь, командир? Ты сказал Я знаю день, когда умру Мне сказали, в какой день я умру А ты спросил И когда будет этот день? И я сказал тебе об этом Командир, это безумство, ты понимаешь? Кто бы говорил Наше дело и так безумство, брат Брат, прошу тебя Больше ничего не говори Просто пожелай мне удачи Желаю тебе удачи, командир Командир Передавай привет нашим парням На том свете Я пока не собираюсь туда, Шахель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне надоело Говори Мы вчера не познакомились Я Эзель Ты телохранитель Рамиза? Ты защищаешь его? Я не знаю Покажи Не важно, кто я Главное, выслушай то, что я скажу Так скажем, этот человек Рамис Кенан обманывает тебя Выстрел Ты опоздал Он умер Все о чем ты знаешь Неправда Скажем, тот мужчина Рамис Перестань забавляться, как ребенок Поспеши Рамис не убивал твоего отца Ты с ума сошел Ну, наконец-то ты начал говорить Рамис умрет Ты собираешься остановить меня? Останови, если хватит сил Теперь мы с тобой знакомы, брат Эзель Я Человек, которого ты Не сможешь остановить Редактор субтитров А.Семкин Ах, дядя Он заслуживает хорошей взбучки Алло Он сказал следить за Эйшану Но я не нашла ее Я что, радар? Найди этого, найди того Это была задача Камиля Это он мог найти кого угодно Эйшану Кенана Откуда ты знаешь? Ты за кого нас принимаешь? Поиск людей, это наша работа Хорошо, спасибо Брат Али Ну что опять? Чего нос повесил? Казино Закрыли все казино Кто закрыл? Полиция Да Где Рамис? Где Эйшан? Она Она у Кенана Биркана Иди в офис Позвони в банке Скажи, что я хочу снять все деньги Пусть подготовят Хорошо Но зачем нам столько денег? Делай, что я говорю Ты фиг Иди в казино Разузнай, что происходит Кстати Если еще раз увижу вас с ним Если еще раз с ним встретитесь Наше сотрудничество будет закончено Ну, чего ждете? Вы же слышали, что он сказал Что происходит? Почему вы переглянулись? Что происходит? Они забрали Рамиса Закрыли все казино Ты не понимаешь? Кенан решил устранить Рамиса Брат Али Что ты будешь делать? Омеру нужна помощь И я ему помогу Возражение есть? Эзель, извини Я заставил тебя ждать В последнее время ты не приходишь в казино Домашние запретили? Нет, не поэтому Чем могу помочь? Говори, Эзель, я очень занят Я пришел просить об одолжении Помнишь, два года назад я оплатил все твои долги? Тихо Не говори здесь о таких вещах Я сказал, что однажды приду и попрошу у тебя помощи Не могу, Эзель Что мне тебе сказать? Я могу помочь только так Я слышал твое имя, когда они привели его Я не называю имени, и я, конечно, не верю Но в этот раз приказ поступил сверху Я не должен говорить об этом Но я советую тебе уехать из города на некоторое время У каждого из нас есть знакомые, у которых можно попросить помощи В этом случае никто не протянет тебе руку Эзель Конец этого пути такой Чего ты ожидал? Каждого в этом мире ожидает такая участь Окажешь мне услугу в последний раз? Если хочешь, зайди к нему на пять минут Он не захочет, чтобы я видел его в таком состоянии Дайте ему воды Дайте ему воды Один стол для покера Записываю один стол для покера Один стул Один стул Это стол для покера? Вы забираете, чтобы поставить новые? Я видел, как это делается пару раз У них нет совести Таков порядок В этот раз им будет сложно открыть казино Они найдут способ Это не такие люди, как мы, брат Для них закон не существует Для них закон деньги Такая участь ожидает не только это казино Все Все? Да, здесь перечислено У них есть еще восемь или девять казино А я не знал Ну-ка дай посмотреть Написано, что разные владельцы Так что, парень, займись делом Не стой тут Я не поеду Садитесь, девушка Я не поеду Садитесь в машину Господин Тефик Прошу вас, садитесь Господин Тефик Господин Тефик Ох, получишь ты у меня Интересно, к кому она обращается? Видимо, с ума сошла от страха Ты работаешь с ними? Да нет, что вы Я работаю Стой Нет, я поняла Я поняла, но я не могу Что ты имеешь в виду? Это я поняла Отключился Невоспитанный Патрон Они заморозили все счета А откуда ты знаешь? Видишь? Телефон не смолкает Салимбей Да, я слышал Приеду Решение? Хорошо, читайте Клиент из Эльбайрактар Принимаю во внимание сведения О вашем незаконном ведении бизнеса И сотрудничестве с лицами За которыми в настоящее время Уполномоченными органами Установлена слежка Мы приняли решение Заморозить ваши банковские счета На неопределенный срок Ты должна обзвонить всех шебнем Тех, с кем мы работаем Кому помогаем Оказываем благотворительную помощь С кем ведем незаконные дела В общем, всем Зачем? Чтобы понять, кто остался на нашей стороне Эзель? Это дело руки Нана Беркана? Разве можно лишить нас всего сразу? Мы останемся ни с чем? Эзель, ты хотел поговорить со мной о чем-то Начинай обзванивать шебнем А, шебнем Кофеварка пока еще наша Так что сделай мне кофе Забраться на вершину сложно Упасть с нее легко Ты скажешь, что я остался один Что я пустился в бега Те, кто услышат Не протянут руку Когда люди наверху принимают решение Свет гаснет сразу Немедленно Вы слышите? Телефон Но телефон не звонит, брат Это хорошо Это хорошо, это хорошо, не так ли? Нет, шебнем Они приостановили продажу отеля Рамизу Закрыли все казино Деньги на банковских счетах Заморожены Как этот человек мог сделать все за один день? Не за один день, шебнем Мы свой план реализовали за один день Кенан Беркан шел к этому многие годы Он стал очень влиятельным И хорошо подготовился к сегодняшнему дню Если сейчас он нажмет кнопку Все камни обрушатся Но и мы не лыком шиты Точно Ты Эзель Ты можешь все Я знаю, что ты на все способен Офис Машины Знакомство Мы лишимся всего Все исчезнет в мгновение ока Я знаю, каково это терять Все ошибное Эзель В сейфе остались деньги Что будем делать с ними? Поделите Субтитры сделал DimaTorzok Людей наверху не устранить оружием В этом мире достаточно нескольких слов Именно слова убивают человека Слова сверху передаются от человека к человеку Тот, кто наверху говорит всего два слова А те, кто внизу Исполняют его приказ Обычно бывает именно так Войны заканчиваются так Без сражения и крови Те, кто наверху просят И старожилы Теряют все Спасибо Не за что Ступай с Богом Проходи, ТФО Ты пришел спросить о моем здоровье Или Эзель послал тебя? И то, и другое, дядя Хорошо Садись Принеси-ка нам еще чаю Послушай, что здесь написано О, как стали печатать Не разобрать Дядя Этот человек подошел ко мне И сказал, что я должен ему деньги За то, что он крышует меня Я говорю, что ты делаешь? А он говорит, что защищает меня Хотя об этом и не спрашивал Закрой рот Уважаемый, ты знаешь, как делаются дела? Я буду защищать его А он будет платить мне От кого? От большой рыбины Которая способна проглотить их Ты знаешь, о ком я говорю? Знаю Наш друг прав Но, господин Рамис Сейчас я отдам деньги за тебя Двести пятьдесят достаточно? Конечно, достаточно Премного благодарен тебе, дядя Нам с тобой по пути Обожаю эту работу Минутку Теперь ты должен вернуть мне В два раза больше Понял? Почему? Потому что я буду крышевать тебя Без моей защиты никуда Приплывет огромная рыбина И проглотит тебя Какая рыба? Огромная рыбина Это я Давай Давай Пятьсот Пятьсот, я сказал Держи Спасибо, дядя Если увижу тебя здесь Проглочу, так и знай Свободен Давай Иди отсюда Иди Смотри, ничего не говори Пока я не выйду Откуда ты не выйдешь? Рамисбей Мы хотим пригласить вас в гости Не надо грустить, Рамисбей Вы здесь не впервые Стамбул, 2010 год Рамисбей Познакомиться с вами честь Клянусь вам Чем заслужил ваше уважение, начальник? Вы не волнуйтесь, все в порядке Не волнуйтесь Мои коллеги предоставили мне всю информацию О том, что вы снова включились в дело Сами понимаете, какое Я ничего не делаю, господин начальник Мы оставили этот бизнес в далеком прошлом Слава Всевышнему Конечно Конечно, конечно Но Великий господин Рамис Я могу называть вас дядей? Не возражаете? Вы большой начальник, господин Как я могу возражать вам? Это не в моих правилах Мои коллеги предложили вам Чай или кофе Может, они показали какие-то признаки неуважения к вам, дядя? Что мы сделали, начальник, чтобы заслужить их уважение? Прошу вас, дядя, не надо Я слежу за вами все это время Вы провели в тюрьме 30 лет своей жизни 30 лет И что-то, видимо, вы сделали не так, верно? И что же вы сделали не так, дядя? 30 лет в тюрьме 30 лет Если мы что-то сделали То уже рассчитались за все Не так ли, начальник? На вас посмотреть так вы Твердо стоите на ногах Как бы не сглазить Мы пока не поднялись на ноги, начальник Мы еще сидим А ты больше никогда не сможешь встать на ноги, дядя И в чем же я провинился, начальник? Ты не понял свою вину, дядя? Боссов нет Газетчиков нет Теперь некому предупредить тебя о том, что мы идем Тебя привозят в маленький полицейский участок Офицер низшего ранга устраивает тебе допрос Он тебя оскорбляет Надсмехается над тобой Опускает тебя А потом берет Эти очки И делает вот так Ломает И бросает И... В чем ты провинился, Рамис? Говоря, твое время прошло В этом твоя вина Стамбул, 1971 год Ты напрашиваешься на неприятности? А у тебя есть где переночевать? Проваливай Ты идешь с нами Он с тобой? Нет Я его не знаю Садись Подождите снаружи Хорошо Ты, видимо, упал по дороге сюда Так было? Я тебя спрашиваю, парень Да, все было именно так, начальник Я комиссар Зовут меня Кемаль Ты сейчас не поймешь, потому что молод Но я думаю о твоем благе, сынок Премного благодарен, комиссар Нехорохорься, Рамис Здесь тебе не Антеп В Антепе ты планировал Организовать шайку Не получилось Ты начал под крылом Али Просто все его любят В драке ты ранил ножом Авни по кличке Араб Я не делал этого Сыновья Авни преследуют тебя Они уже в дороге Ты в курсе? Что ты собираешься делать Когда они найдут тебя? Мы сядем и поговорим, комиссар Если я сделал что-то не так, они меня накажут Я здесь наказываю, Рамис Ты считаешь себя особым? Знаешь, сколько юнцов приехало сюда в этом году? Воры, насильники И убийцы, как ты Комиссар, молчать Молодые люди, которые побывали в тюрьме И вышли на свободу Они всюду Анкара, Ризе, Кастаману И даже из Газиантепа, как ты У нас есть информация о каждом из них Мы сами приезжаем и забираем их со станции 500 молодых людей Зачем они приезжают сюда, Рамис? Чтобы проворачивать свои мерзкие дела Если ты станешь главарем шайки Или главарем этого города Что ты будешь делать, Рамис? Я отправлю их, начальник Я не впущу их в город Молодец И я не впущу Допустим, ты пойдешь к кому-то И у него 50 человек Скажем, сильные и крутые ребята Но у меня 5000 человек, Рамис Ты собрался создать шайку? Я здесь король шаек Ты собрался защищать какую-то кучку народа? А я защищаю весь город, Рамис Весь город Поэтому я выбираю таких людей, как ты Я сам сначала смотрю на них Я не позволю вам заполнить этот город Я комиссар Кемаль Я здесь за всем присматриваю Если мы сделали что-то не так Простите нас, комиссар Но Стамбул Огромный город Я просто решил приехать посмотреть Ты приехал, увидел, а теперь Проваливай Если я еще раз увижу тебя здесь Пиняй на себя Понял меня? Отвезите его на станцию И проследите, чтобы уехал Не перестарайтесь, паренек молодой и неопытный Покажите ему дорогу А дальше пусть как-нибудь сам Поняли? Как прикажете? Субтитры сделал DimaTorzok